Получить посылку или отправить ее теперь сибирикам станет проще. В Новосибирске запустили новую высокоскоростную линию сортировки почты. Конвейер ускорит процесс обработки посылок в разы. Приобретение своевременное, ведь именно в этом году на почте отметили рекордный рост количества пересылок. Сибиряки стали делать больше заказов через интернет. Тему продолжит Мария Черешнева. Пакет кладется штрих-кодом вверх. Даже такой маленький. Устройство считывает штрих-код и мгновенно определяет, в какой момент платформе отсортировать посылку в тот или иной контейнер. Дальше она поедет прямиком к адресату в любую точку России. Это второй в стране подобный конвейер. Аналог работает в аэропорту Внуково. Сегодня быструю ленту запустили в зале грузового терминала аэропорта Толмачева. Привычный процесс ручной сортировки она ускорит в разы. В четыре раза мы будем говорить, что эту почту нужно было бы обрабатывать три месяца. Мы ее обработаем в течение месяца. Вручную стоят люди, на каждый лоток стоит человек и сортирует почту. Он читает просто отправление или сканирует ручным сканером, сортирует по мешкам. Соответственно, скорость гораздо ниже и ошибка человеческий фактор. Работы на почте к концу года стало больше почти в четыре раза перед Новым годом. Самое напряженное время даже в разгар рабочего дня на главпочтамте ажиотаж. На этих выходных в нескольких отделениях люди даже столкнулись с нехваткой коробок упаковок для посылок. Сейчас запасы уже восполнили. Такие ситуации связаны с тем, когда люди хотят именно отправить посылки в одном отделении, достаточно большое количество людей, и служба снабжения просто не успевает подвозить упаковочный материал. Здесь можно порекомендовать просто заранее планировать такие действия. То есть, например, если прийти на почтовое отделение в не пиковый период, скорее всего, во-первых, будет меньше людей гораздо в отделении, во-вторых, все упаковочные материалы будут в наличии. Ранее в Новосибирске обрабатывали в год около пяти миллионов входящих почтовых отправлений. Только за этот декабрь их уже четыре миллиона. Толмачево готовится к увеличению грузоперевозок, тем более, что на его территории появится крупный почтово-логистический комплекс. Этой осенью аэропорт начал обслуживать регулярные рейсы немецкой компании Люфтганза «Карго». А вот приземлился и готов к загрузке один из новых самолетов Почты России Ту-204. Он носит имя Петра Первого. Мария Черешнева, Константин Стримаусов. Новости здесь. Новосибирск.